Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вот я с ужасом буквально обнаружил, по-моему, сегодня что ли, утром вот это видео, которое начали распространять уже по и RT, и Rush Today, и, по-моему, другие каналы. Вот это называется «Топить человека». То есть просто брать какие-то видео из семейного архива. Я причем не понимаю даже, каким образом это было найдено. Может быть, это когда-то в сети было размещено где-то или еще что-то. И начинать переначивать на свой лад. То есть на видео, где танцует Эльман Пашаев, мы видим, что человек отдыхает, идет караоке, так сказать, да, и он даже не знает о том, что его снимают. Собственно говоря, он потом закрывает лицо полотенцем, понимая, что он публичный человек, адвокат как-то, и это можно взять и просто скомпрометировать, да, человека. Но это взято и так сделано. Вот давайте посмотрим вместе это видео, вот, пожалуйста. Вот вы видите, что, в общем-то, это семейный отдых. Многие люди так отдыхают, поют караоке, может быть, даже употребляют спиртные напитки. Табак, курение, алкоголь вредит здоровью. И, в общем-то, в этом ничего, казалось бы, такого и нет. И Пашаев сказал, что это было в 2017 году. Однако же, там звучит музыка, песня Мурка, я вам не могу воспроизвести ее, иначе ролик могут просто забанить, потому что там будет нарушение авторских прав, я имею в виду воспроизведение музыки. Так вот дело в том, что определенные люди сейчас, кто настроен против Пашаева, да, я вот считаю, что, еще раз скажу, наш менталитет таков, что футболисты начинают играть, мы их возносим, носим на руках. Пашаев, там, боролся, так сказать, за Ефремова, до него, там, свидетелем по делу и так далее. Мы, значит, восхищались Пашаевым, многие восхищались, да. Когда футболисты проигрывают, начинают искать у них, сколько они зарабатывают, какие они плохие. И люди даже не помнят, что еще вчера они рукоплескали, и не волновало никого, сколько они зарабатывают. Главное было, что они уже победили. У нас, как правило, еще играть не начали, уже победили. И так же происходит здесь. Вы знаете, я считаю, что, ну, это моя точка зрения, я ее высказывал, и, в общем-то, я не собираюсь от нее отказываться. Я считаю, что надо даже сказать спасибо этому человеку, Эльману Пашаеву. Спасибо за то, что он выполнил свою работу. Как он ее выполнил, можно оценивать по-разному, да. С одной стороны, я скажу, что да, он ее вообще не выполнил, потому что Ефремов, может быть, меньше получил бы, если бы вообще с ним рядом адвоката не был. С другой стороны, если бы там был любой другой адвокат против того, против кого пошел Пашаев, а вы прекрасно знаете, что далеко не Добровинский, да. Может быть, любой адвокат получил бы такой результат, который получил Пашаев. Но кроме, извините за задание, геморроя, да, в переносном смысле, в виде возможного еще уголовного преследования, мне кажется, Пашаев ничего не заработал, да. Может быть, он пишет, что он получил 11 миллионов на самом деле, несмотря на то, что он заявляет, что он работал бесплатно и так далее. Не знаю, я не могу знать этого. Это все только знают Ефремов и Пашаев, наверное, самые близкие люди. Но однозначно заявлять, что Пашаев сделал все, чтобы Ефремов получил 8 лет, и вот кидать камень в огород Пашаев, я с ужасом читаю сообщения людей, которые начинают комментировать вот этот танец, говоря о том, что ой, вот. Вы понимаете, что, вот, насколько просто управлять сознанием людей? Взяли ролик, да, сделали сверху название, музыкальный привет Ефремову, и все, и вбросили. И люди даже не разбираются, какого года это видео, да, что случилось, там, в принципе им без разницы. Им главное есть ролик и есть слова, больше ничего, не важно. Нужно мыслить и понимать, да, там, какого года этот ролик, хотя бы разобраться, да, что он снят, там, 3 года назад. И, в общем-то, и целом, конечно, ну, когда ты понимаешь и разбираешься в том, что это не имеет отношения к делу Ефремову, да, что, ну, навряд ли бы Ильман Пашаев стал настолько глупо себя вести, чтобы позволять записывать себя даже вот так, может быть, втихаря. Если бы даже он собрался петь караоке, навряд ли бы кто-то написал музыкальный привет Михаилу Ефремову. Ну, это логически просто, если так подумать. Это просто угробить свою карьеру собственноручно, да, и вызвать на себя гнев людей. Понятно, что кроме жены, там, Пашаева, навряд ли какие-то были люди, потому что видно, что тот, кто снимает, там, смеется, это, наверное, самые близкие люди, которые, ну, как правило, если люди отдыхают, в дом не имеют доступа. Какие-то посторонние люди, которые бы сливали это в сеть и вот так вот называли. Тем более у адвоката по уголовным делам это очень осторожные люди. Поэтому, вы знаете, вызывает, конечно, удивление и изумление вот это вот иступленное желание какого-то стереть Пашаево в порошок. Я его ни капли не защищаю, но мне кажется, нужно защищать здравый смысл какой-то. Потому что вчера стирали в порошок Ефремова, до этого стирали в порошок Владислава Галкина, до этого еще сейчас будут стирать. Уже Пашаево отдельно существует от Ефремова. Это уже отдельное совершенно от Ефремова дело. И главное, вы понимаете, главное хайп, главное, знаете, желание такое всеобщее прийти и посмотреть на площади, на казнь. Прийти и посмотреть. Знаете, как в средневековье из казни делали шоу. Мне кажется, вот сейчас за неимением эмоций в жизни у нас, вот это желание присутствовать, пусть и вот так, видя, что человека топят на всех федеральных каналах, мне кажется, это вот проистекает от просто отсутствия эмоций в нашей жизни, потому что жизнь очень скудна. Для эмоций нужны средства, люди просто обеспокоены тем, чтобы заработать, чтобы хватило, что вообще на стол детям поставить после пандемии и так далее. Поэтому, вы знаете, не знаю, какие у вас будут комментарии, напишите, мне интересно ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Но я считаю, что нужно оставаться в первую очередь людьми и в первую очередь человеком всегда и пытаться разобраться, задать себе вопросы и понять, что ты видишь своими глазами, прежде чем давать какие-то характеристики и оценки. Ну и самое главное все-таки задать себе вопрос, что нам показывают федеральные СМИ, потому что очень многие люди уже понимают, что если федеральные СМИ показывают, то нужно на 180 градусов, наоборот, мыслить и думать. Пишите, ребята, ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу, потому что, с моей точки зрения, это, может быть, и не настолько заслуживает внимания, но мне кажется, что действительно человек, выполнивший свою работу, и еще раз говорю, любой адвокат, который оказался на его месте, мог получить такой результат. Когда Добровинский говорит, взяли бы, сделали ЭКГ, предоставили ЭКГ, что у него был микроинфаркт и признали вину, и он бы получил условно, да, или там вы бы освободили от ответственности. Вы знаете, а приняла бы это судья, вот мне кажется, что нет. От Добровинского, да, она приняла все. А приняла бы она это от Пашаева, она бы сказала, не доказано. Понимаете? Поэтому, уж я не знаю, что там нужно было делать, но по мне, так, здесь две точки зрения. Первое, что Пашаев действительно своими действиями привел к тому, что Ефремову дали, не по этой категории дел, я уже говорил, менее двух лет в среднем дают. Ефремову дали восемь. А вторая точка зрения, что какой бы ни был адвокат, и он бы все равно дали этот срок, потому что он был уже назначен давно. Вот в чем дело. Какое ваше мнение, ребят? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Заходите ко мне в Инстаграм, там тоже много интересного. Будда Гришна, нижний подчерк неофишал. Всем пока, до встречи. Продолжение следует...